всем бодрейшего и свежайшего раннего утра утропольского мы стоим все стоят кто как может кто так и стоит все хорошо баки целые тент целый проезду мы здесь не мешаем настолько только начинает светать время 4 утра идем купаться за дурной головы ногам работа хорошо вовремя вспомнил голова два уха хорошо вовремя вспомнил они когда пришел вот сюда на орленовскую заправку видите народ кто как кто где это нормальное явление сейчас везде в европе парковок не хватает поэтому каждый каждый по вечерам и по ночам когда паркуется извращается как может пойдем сполоснемся взбодримся и поедем сегодня задача попасть на границу сегодня пятница до 6 вечера 6 вечера сегодня польша уже закрывается на 4 часа в июле в августе есть действует ограничение по пятницам субботам воскресеньям поэтому сегодня до 6 вечера наша задача попасть на границу так но пока наша задача попасть душ а вот шишниц как она я читаю так как умею ну и ну нормально широко чисто а вот типа сортир зеркало не буду показывать там детка не стриженный вот как то так покрутили хорошо сейчас 16 градусов спалось выходим на автобанчик так надо тук сейчас будет через 20 километров тут слегка скринтить вправо до заправиться немножко неправильно в австрии посчитали до белоруссии не хватает буквально вот съехать залиться и обратно вернемся на автобан час время пол седьмого 25 минут до варшавы 300 чем-то километров как раз нормально пока заедем заправимся пока доедем там еще паузу открутим и уже варшава откроется мы спокойненько через нее оп прошмыгнем не надо уходить ни на какие объездные и все я думаю что мы сегодня должны спокойно знаете спокойно зайти до границы до 6 вечера сегодня отстояло 11 у меня одна 9 часовая пауза на этой неделе осталась у меня ее оставил на границу сегодня доедем по возможности до 15 часов оттолкаемся потом стоило 9 часов и завтра будем уже бобры штурмовать пока скромный план скромный план такой сейчас заезжаем заправляемся и погнали на варшаву варенье поляк поволок французские машины с лямзил уже где-то в больше края чеки вы уж не сейчас за пару рублей в польше продадут растамаживать не надо огонь так мы сейчас съезжаем как раз вот тут в олешнице в районе олешнице вернее буквально после съезда полтора километра и наверное здесь есть выезд обратно на автобан как или нет мать и нету чуть-чуть проект не нету чуть-чуть проедем по старой дороге 6 десятых даже какой по старому до 26 километра у меня заправка короче каким-нибудь образом мы вернемся я думаю это не проблема обратно здесь нет возвращения сразу же варшава прямо написано значит провели мы немножко по прямой на первом же съезде обратно выскочим на автобан так сейчас вам не пролететь поездо тут и парковка есть оказывается весь не очень большим конечно что вообще-то заправка так как как называется евро танк территория инвестицийна на продажу три с половиной га никому не нужна да я 100 висит шильда есть кейп сейчас дольёмся и уже после этого спокойно поедем о чем визель 432 у кого меньше евро получается даже где-то надо посчитать уровне 90 центов нормально 16 километров получается вот по этим кустам пришлось проехать чтобы назад не возвращаться в сторону врослого чтобы там выехать на автобан и его час вернемся обратно и до самого белостока у нас будет только один автобан и это не может не радовать вот вообще когда дорога без названия это не 94 это не старая так какая-то непонятная маша во всяком случае ее не знает пишет дорога без имени до варшава с 8 до варшава с 8 Только надо радио взять, чтобы задними колесами не залезть на бордюр на этот. Огонь! Возвращаемся и погнали! Этот дурдом не закончится никогда. Приехали здесь. Что тут случилось? Что за хрень? Нет слов, одни мысли. И те почему-то матные. Видимо, что-то впереди очень серьезное произошло. Автобан перекрыт. Либо так, такое ДТП, что проезда нет, либо с летальным исходом. В Польше, если летальный исход, пока прокуратура не приедет, там все свои дела не сделают. Даже если проезд есть, неважно, не пропускают никого. Приезжают, перекрывают автобан и все. Поэтому мы сейчас будем вот съезжать. Ну и потом где-нибудь выезжать. Вот поэтому и такая колейка. Что все вот на съезд толкаемся. Ну все, вот видите, полиция. И там он въезд на кольце закрыт туда. Куда мы сейчас едем? Все уходят направо. Под знак 8 тонн. Ну, ехать можно. Мы же едем в объезд аварии. Изменение машины. Или не направо. Кто направо, кто налево. А куда лучше? Перепроложить. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя второй съезд. Ну, основная масса, я смотрю, уходила направо. Да, идем направо, а там потом... Идем направо, а там потом будем как-то выползать опять на автобан. Изменение машины. А что делать? На следующем повороте направо. Готовьтесь к левому повороту. Через 800 метров. Изменение машины. Поедем под 8 тонн. Тихонечку, аккуратненько. Через 300 метров поверните направо. Гулина отлезгала. Затем через 130 метров резку поверните направо. Зачем ругаться? Это вот бан тут перекрыт, там дальше авария, там стрёмная, там тачка в хлам, и дальше все перекрыто. Вот видите, как я и сказал. Там я... Явно со смертельным, поэтому... Именно на эвакуатор, это вот вас сводят на объездную дорогу. Ну, на объезд, потому что дальше тоже этот банк перекрыт весь. Через 100 метров поверните. Я думаю, что уберу эту банку. Укрою банку. Там видно легковая, я так понял, она может под фор заскочила, потому что от легковой там ни хера не осталось. Но она уже стояла на эвакуаторе, то есть и уже погрузили, так что я думаю, скоро должны открыть. И положить. Ограничение скорости 30 километров. Это в час. Готовьтесь к левому повороту через 600... Готовьтесь через 700 метров плавно повернуть налево. Главное, чтобы мы здесь как-то выехали, потому что что-то тут какая-то совсем стрёмная дорога. Но выберемся. Делки мои меня разворачивают еще пока. Они пока не могут сориентироваться, какого лешего я сюда поперся. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. Главное направо ведет. Куда тут ехать? Куда тут ехать? Поверните налево. Есть все уникальные саморезы. Куда тут ехать? Куда тут ехать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 на автобан сейчас мы его пересекем начинал то дачки левее там ехать на кольце налево уходить ладно не то тут 40 что ты придумала но отсюда не видно место дтп где-то она там дальше а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети, бабушка Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну этот я город знаю 484 дорога Мы на него идем Город-то этот мне известен По старой ездили Мы через него проезжали Да, вот какое-то кольцо 13 километров. Это уже, наверное, в Белхат. Еще надо покрутиться. По польской глубинке. Ничего страшного. Никуда не денешься. Приходится принимать как должное. Можно ехать ругаться, свиной брызгаться. А толку-то от этого. Яйца улыбайся. Наслаждайся, крути головой по сторонам. Провод, конечно, сюда попасть трагически. Но что сделаешь? К сожалению, ДТП происходили, происходят. И, увы, происходить будут. К огромному сожалению. Вот мы в этот Белхатов приехали. А вот сейчас на 74-ю на Петриков-Трибунальский уходим. Через 100 метров поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Это старая дорога. Когда не было автобана, вот сейчас мы на нее выходим. По ней ездили. Изменение машинка. Пройти 2,2 километра. Что здесь у нас? Смотрим указатели. Что тут написано? Катавица-Гданск. А1. Мы, наверное, так мне подсказывать в единицу упремься. Меня одна сейчас налево уводит опять. Какой-то другой козьей дорогой. Куда она меня уводит? А, и она меня этой козьей дорогой уже на восьмерку в автобан возвращает. Ну да. Так мы и поедем. Сейчас через километр опять уходим налево и там на восьмерку выходим. Да уж, времени мы тут, конечно, потеряли очень много. Ну вот, да. Сейчас направо, нет, налево. Не сейчас, а дальше. Нифига не пойму, нет, вот сюда уводит направо. Да, и сейчас вот налево на кольцо. Через 200 метров въедите на дорогу. И возвращаемся в сторону Астабана. А где вы видите, использую третий съезд. Вот такие кренделя. Используйте третий съезд. Нежданно-нежданно-нежданно у нас нарисовались. О, какого пана серьезного догнали. Видите, на тракторе. Др-др-др-др-др-др-др-др. Ой, дай бог тебе здоровья, паной. Что-то поехал направо. Хотя тут машин нету. Погнали бы. Ой. Ну, по закону жанра, через 9 километров мы выйдем. Опять. На аутостраду. Уже голова закружилась. Туда-сюда, туда-сюда. Хорошо, что он ее просто пересек. Это вот мы точно крокодила не обогнали. Только что через дорогу нырнул. Через счет широкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова